Все мы помним великого Пушкина, его знаменитую сказку о Попее и его работнике Балде. Но вряд ли в памяти сохранилось, что за продукт такой полба, о которой говорилось в сказке. Между тем, ее выращивают и в наши дни. Кстати, сейчас самое время для сбора этой злаковой культуры. Если хлеб всему голова, то пшеница матушка. Именно так считали наши предки. Белым хлебом люди издревле встречали почетных гостей, ведь раньше пшеничная мука считалась роскошью. А сейчас хорошая новость для всех любителей белого хлеба. Лето в самом разгаре, а это значит, пришло самое время для уборки этой злаковой культуры. И сейчас мы находимся в Цивильском районе, который, между прочим, первым в республике вышел на уборку пшеницы. В этом году представители района на уборку вышли довольно рано, уже 15 июля. Но все это благодаря новому скороспелому сорту, который уже полностью созрел к этому числу. Мы, наверное, более 20 сортов испытали краснодарской селекцией. И из них вот два сорта у нас удержались. Это юмпа и зимница. В уборке пока никаких сложностей не было. Погода стоит отличная. Правда, очень, конечно, она сухая погода. Поэтому очень сильно ждем дождей. На сегодняшний день в Цивильском районе собрали 28 гектаров скороспелой пшеницы. И это хороший показатель. Ведь от того, как пройдет уборка зерновых, зависит и цена на хлеб. Очень хороший урожай, конечно. Мы не ждали такого урожая. Очень хорошо. Работаем вчера. Работали две смены. Сегодня работаем две смены. Сами работаем. Ну, работаю, но мне нравится. Прям желание есть работать даже. Кто может не любить пшеницу – вопрос риторический. Кстати, всем девушкам, следящим за собой, стоит брать пример с Екатерины Второй. Чтобы сохранить молодость и упругость кожи, она баловала себя на завтрак печеньем из пророщенной пшеницы. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.